Когда я ранее ходил в шахту, я заприметил спуск вниз. Но спуститься туда не мог из-за аномалии телепорт, которая откидывала меня ко входу. Однако, завладев деактиватором аномалии, мне удалось пройти. И я обнаружил дверь, которая, возможно, ведёт в подземные коммуникации. И поможет нам выбраться из этого проклятого леса. Друзья, предлагаю обмен. Я вам видосы, вы мне лайки. Думаю, все будут довольны и приятного просмотра. Ну что, пойдём проверим первое место. Это у нас судьба отряда установить радиопередачек. Нужно установить радиопередачек в указанном месте. Не понял. А, вот этот мой, что ли, радиопередачек ветер. Специальный прибор, с помощью которого можно связываться, находить по радиочастотам маячки, настроенные на этот канал. Понятно, ну пойдём, найдём какие-нибудь маячки. Может, что... О, а тут ещё труп учёного. Что? А ну-ка. Русик Дэнди. Не первый уже труп учёного мы с вами находим. Плюс я вижу впереди телепорт, который неизвестно, куда может везти. Но сначала сканер. Обнаружены три маячка. Боеприпасы подобрать. Медицины и провизия. Кто-то меня по голове, что ли, только что ударил? Опа, смотри, кто здесь появился. Проводник. Какой ещё проводник? Так, мне интересно, ну давай я всё-таки прыгну сначала. Машина что, не рабочая? Всё-таки сначала бы прыгнуть. О, большой квадрат. Вот, смотрите, наглядно прям. Совершенно отличаются маленькие точки и большая. Большая точка, это значит, что артефакт какой-то редкий. Третьего порядка, скорее всего. А ну-ка. Ну, конечно, золотая рыбка. Это очень годный, жирный артефакт. Дальше. Ну, а дальше не самые ценные, поэтому и маленькие. Кровь в камне, каменный цветок. Ясно. Сохраняемся. Да, господи. Прыгаем. И это фальшивка. Это фальшивка! Зачем расставлять фальшивки? Не важно. Арты собраны? Уходим отсюда. Пойдём взглянем, что же там за такой проводник ходит. Мне прям интересно стало. А, так в смысле? Это же Соломон. Соломон, ты чё бродишь? Не понял. Я-то думал, это кто-то появился, а это просто Соломон, который решил дойти до дома лесника. Ну, прогуляться. Нет, это хорошо, что так делают. Так ощущается, что отряд, ну, действительно, не из каких-то болванчиков состоит. А вот он пошёл размяться, походить. Ладно. Начнём, пожалуй, всё-таки отсюда, с КПП старого. Поэтому направляемся сразу в ту сторону. Итак, первый ящик у нас лежит где-то тут. А где? А вот он. Подбираем. Это был ящик с медициной. Далее провизия. Много, что ли, весит ящик? Два килограмма. Нормально. О, а тут у нас логово кабанов, я смотрю. А ну-ка, я могу просто подбежать. Взять. И до свидания. Ну как, до свидания. Мне всё равно надо как раз в сторону кабанов. А тут снорки. Да ты что? Как я ещё живу? Ооо, в аномальное поле забежал. Так, подбираем. И бежим. Бежим, наверное, сюда. В телепорт думаете прыгнуть? Да нет, наверное. Ближе будет всё так же просто бежать. Не париться с телепортом в этом месте. Добежал. Я насчёт контейнеров с припасами. А, ну хорошо, показывай, что там у тебя. Всё. Боеприпасы, медикаменты и провизия. Всё, бывай. На этом всё. Ждать информации от патрона. Соломон собирает информацию. Способ открыть дверь. Это какую дверь? А, которая в шахте. Нужно придумать, чем её открыть. Понятия не имею, если честно. Наверное, сейчас будет самым правильным вариантом это поспать. На тысячу рублей взял. Детектор он не берёт. Давай приляжем. Спим до девяти. Поговорить с Соломоном. Ооо, ещё и выброс. Смотри, какой звук. Куда все пойдут? Вроде бегут в сторону дома лесника. Впервые выброс за всё это время. Заметили? Я тогда кушаю. Соломон, ты куда пошёл? Походу в шахту. Так подождите, а мне где прятаться? Не знаю, я пошёл в хижину лесника. Или что Соломон делает? А, он просто встал. Зона мать её. Что происходит? Некогда объяснять. Короче, залезай на крышу лесной базы. Побудешь снайпером. Все вопросы потом. Пошли. Нет, я сам в ряду с вами. Нет смысла подниматься на крышу. Видимость оттуда всё равно хреновая. Ну, вообще, если честно, да. У меня даже снайпы нет. Ну, допустим, ладно. Пусть будет так. Помочь команде уничтожить зомбированных. Они с телепорта, что ли, лезут? Да, получается. Снайпу мне отдали. Патроны к ней тоже имеются в небольшом количестве. Пошла перезарядка. Со снайпы не так просто. Ну, именно там в голову выцеливать. Это кто вообще? Долговцы, что ли? Нет, это наши. Всё, спрятались за деревом. Это монолит. Поговорить с Соломоном. Задание выполнено. А это кто? А это наши. Что хотели тут? Монолитовцы и зомбированные. Скорее всего, монолитовцы, как баланчиков, послали сначала зомбарей. Как на разведку, будто бы, я не знаю. А потом и сами прыгнули. Телепорт. Опа-опа, забежали они внутрь. Боитесь, что ли, теперь? Вроде всё спокойно. Что это было? Феномен зоны. Хе, я не знаю. Видел, как там всё засверкало? Грёбаные аномалии, телепортирующие к нам всякую нежить. Что тут вообще творится? Валить отсюда надо. Я говорил тебе, что нашёл дверь в шахте. Правда, хрен с места её звинешь. Хорошо бы сейчас воспользоваться взрывчаткой. Взрывчатка-то у меня есть. Но она может завалить проход. Ладно, пошли. Покажи, где это место. Пойдём. Следовать за Соломоном. Откуда у меня вал? Я даже не помню. Откуда это есть. Но я всё равно, наверное, буду стрелять с грозы. Если сравнивать урон грозы и вала, то у них одинаковый урон. Так же давай пока уберём. То, с чего стрелять не будем. Потому что зачем? Лишние килограммы с собой таскать. О, тут ещё армейская аптечка лежала всё это время. Ну и знаете, я что-то Соломону не доверяю. Вдруг он захочет меня пристрелить? А? Защита от химии у меня отсутствует. Поговорить с Соломоном. Вместо этого можно поставить артем защиты плюс 3. Ты про эту дверь? Проблем с ним возникнуть не должно. Даже если завалится проход, особых потерь при этом не будет. Давай мне заряд. Вот, бери. Только осторожней с ней. Не волнуйся, разберусь. Установить взрывчатку. Взрывчатка установлена? Сейчас что-то будет. Кого? Какие сталкеры? Какой ты наёмник? Это не я. Глава вторая. Враг одной крови. Какие-то наёмники нас поймали. Другие. Наши конкуренты, судя по всему. О которых говорил Соломон ранее. Какие люди? Что за рыбка к нам в сеть попалась? Вы кто такие? Кто мы такие? Не, мужик. Неправильные вопросы. Это вы кто такие? Наемники мы. Наемники? Хе. Так что же привело вас сюда? Разве вы не знаете, что синдикату сейчас нельзя покидать территорию ростка? Интересно, что скажет шакал? Какой синдикат? Какой шакал? Мы по контракту. По контракту? То есть с большой земли приплыли так? Интересно, интересно. Расскажите подробнее о вашем контракте. Или пока я тебе колено не пристрелю, ты не поймёшь. А вам какое дело? Либо пошёл ты плюнуть в лицо. Пошёл ты! Ха. В Рыжелес прибыл торговец Кипарис. Вместо торговли проявил сталкеров. Поговорить с Соломоном. Да я думаю, исход в любом случае был бы один. Тсс. Ну как ты, хмурый? Я убью его. Тише, тише. Послушай, нужно сменить тактику. Допустим, там за трубами, видишь? На открытой местности от нас и мокрого места не останется. Будем действовать тихо, пока нас не раскроют. Это я понял. Тебе не кажется странным то, что нас двоих никто не охраняет? Один пошёл отлить, второму я свернул шею, пока ты был в отключке. Поэтому нужно поторопиться, пока они не поняли, что происходит. Следуй за мной потихоньку, как маленькая сука-мышка. Пока я не скажу. Огонь лучше не открывать. Тем более, на этой позиции нас сразу порешат. Ну а если спалишься, я сам потом тебя убью. Пошли, пошли, пошли! Понял, двинули. ПНВ присутствует? Нет, у меня ничего нет. Ей, меня кто-то замечает. Меня кто-то замечает! Да кто меня видит-то, я не понимаю. Да кто-кто со всех сторон меня видит. Тут я так понял, им порезали как-то логику, что ли, или что? Ну они не реагируют на меня. Хоть и видят. Да и оружия у меня, кстати, нет. Чем я буду стрелять? Поговорить с Соломоном. Кажется, они начинают очухиваться. Что будем делать? Есть варианты? Начнём по льбу. Они отвлекутся и переключатся на нас. Им будет не до казни наших. Как вариант. Думаю, наши тоже помогут. Выбора особо нет. Значит, давай прикончим ублюдков? Да, завалим их! Держи красотку! Не зря я её тут спрятал. Сейчас будет очень жарко. РГ-6. За работу. Так, ну что, процесс пошёл. Вроде по кому-то пострелял, но, скорее всего, никого не убил. Всё, патроны кончились. Идём в эту сторону. Ну, или ножом будем драться. Стреляй давай! Соломон! Есть Соломон, кого-то замочил. Мне теперь нужно с них подобрать какой-нибудь ствол, чтобы было. А, пистолет у меня тоже, что ли? Три патрона. Не густо. Немножко патронов надыбал. Сколько? Почти полный магазин. Понимаете, не видно было особо, куда стрелять. В этом проблема. Ты где, чучело? Ты ранен, что ли? Ага. Обновлено. Догнать! Не успею, походу. Да, у меня ещё, видите, в нос. И всё, всё. До свидания. Хотя, вон-то он стоит. А ну-ка. Допустим, я по нему стрельну. Выполнено. Тенаси допросить Волкодава. Так я его просто убил. А его наверняка надо было именно допросить. Тогда давайте отгрузимся. Ну что, так я его просто убиваю. Там была флешка, но, наверное, всё-таки поговорить же надо. О, руки поднял. Стой, наёмник, не стреляй. Хочешь денег? Всё, будет, будет. Только не стреляй. Это чтобы не убежал. Выстрелить в ногу. Сука, мать твою, на кой ты меня пострелил? Куда бы я убежал, урод? Встретимся в аду. Убить, либо заткнись. Будешь сейчас отвечать на мои вопросы. И если ответ меня устроит, тогда, возможно, я ставлю тебя в живых. Всё понятно. Понял, понял. Отвечу. Всё отвечу, не убивай только. Как попасть в центр зоны и как вы здесь оказались? Чёрт, ты что, в натуре зелёный? Ты откуда свалился, а? Ты сам-то как сюда живым ещё добрался? Ничего интересного. Что толку с тобой говорить? Удачи в аду. Нет, эй! Послушай, что ты там хотел ещё узнать? Спрашивай, всё, отвечу. Как вы сюда попали и как пробиться к центру зоны? Недавно был мощный выброс. Все старые пути накрыло аномалиями и чёрт пойми с чем. Мы добрались сюда через подземный путепровод P1 под рыжим лесом. Нас было человек 30. Выбрались в два раза меньше. Чёртовы монолитовцы обстреляли нас. Пришлось закрыть герметизированную дверь и отрубить электричество. И тут мы заметили вас в этих шахтах. Организовали кольцо и взяли вас в плен. Мои люди были уставшие, поэтому засыпали стоя. Из-за этого вы и смогли убежать. А ещё и моих ребят уложить. Меня не устроил твой ответ. Убить. Выполнено. Догнать и допросить. У него была гроза с патронами, но он почему-то не отстреливался. Флешка. Разъём флешки не предусмотрен для КПК. Да понятно. Снова мне надо какой-то компьютер искать где-то. Что теперь? Не знаю. Всё. Ни туда, ни сюда. Наверняка всё равно на выход идти. Торговский парис покинул рыжий лес. Кипарис, ну ты чё? Проверить указанную точку новое задание. Спаси и сохрани. Нужно проверить указанную точку и узнать, что является причиной помех с моей головной болью. Ладно, мой хабар где? Оставили хоть что-нибудь? Да, оставили. Ну всё, кое-что взял из своего хабара. Пойдём проверять указанную точку. А мы этот Соломон там прочие, чё с ними? Вот ещё какой-то покойник. Пойдём посмотрим, от чего у меня болит голова. Я ещё и пить захотел. Всё решаемо. Кто-то стреляет. Чё произошло? А, это наш наёмник вроде, не? Томерлан. Ооо. Ты только не застреливайся. Томерлан. Я тут. Отдай оружие. Отдай ствол, зараза. Кто напал? Чё делает? Так и знал, а? Но так и знал, что он так сделает. Труп. У него ничего нет, кроме бандитской нашивки. Забрать нашивку Томерлана. Забрали. Выявить причину суицида. А чё её выявлять? Всё понятно. Ааа. Плакаешь. Ну плакай. Угу. Всё мы знаем прекрасно. Что там и кто там? Подлюка такая. Ааа. Я понял. Он прям в шахте что ли? Вот тут походу засели. Ну и мы с вами помним из оригинала. Прекрасно, да? Кто плачет? Обычно. Зря я, конечно, грену кинул. Какая-то плохая... Да ты серьёзно? Сколько раз меня по голове можно бить? Монолитовец. Рад знакомству, хмурый. Это хромой. Кто? Что? Ты кто такой? И опять смешинка была, заметили? Когда хмурый, всегда рядом смешинка. Я не причиню тебе зла, парень. Опусти ствол. Мне нужно тебя предупредить. Предупредить? Ты не должен убивать свою цель. Это приведёт к плохим последствиям. Какую цель? Чёртов контракт? К чёрту. Я просто хочу выбраться. Правда? Так зачем ты рвёшься к центру? Мужик, уйди с дороги. А иначе что? Я твой сон, парень. Что ты несёшь? Войти в доверие Соломона. О, я спал на кровати дедушки лесника. Пойдём поговорим. Соломон у нас чуть пониже. Покушать-то у меня есть что-нибудь? Да, есть колбаса и батон. А теперь пить хочу. Тоже имеется. Всё отлично. Фаталист! А ты чё сюда пришёл? Сел, смотри, сидит. А вот и хмурый. Ну что, голова прошла? И следователь, мля, намного лучше. Мне приснился странный сон. Кстати, что с сигналом? Ладно, неважно. Я хотел поговорить насчёт туннеля, который, когда я осматривал это здание, нашёл очень интересный прибор. Деактиватор аномалий называется. Мало ли, я не знаю, сколько ещё хватит батарейки на его работу. Но пока он в деле. Можно попробовать отключить ту аномалию, что не давало нам пройти к основному корпусу Д6. Ты прав. Возьми скальпеля, попробуйте очистить проход с помощью этой штуки. Если всё получится, сообщи нам. Чем больше мы находимся в этом лесу, тем больше я схожу с ума. Думаю, вы тоже. Попробуем. Да я бы с фаталистом хотел поговорить. Что он тут забыл? Может он тоже к центру зоны пробивается? Скальпель. Так, Соломон сказал, у тебя там какое-то чудо-прибор есть. Ну, доставай его. Прикрой меня. Пошла катсцена. О, военные. Пошла парьба. Осмотреть трупы. Вот этот выглядит как главный. Но ничего такого. Или я длинный? Рядовой. У него мы находим документ с приказом. Нажмите использовать, чтобы посмотреть. Давай посмотрим. Использовать. В документе написано, зачистить весь рыжелес. Вирус БО был замечен и там. Внимание. Экипаж вертолёта Ми-24 мог выжить. При обнаружении выживших огонь на поражение. Приказ СБУ. Ты прикинь, мы уже в незаконье на уровне государства. Это всё. С этим уже ничего не поделать. Мля, вот попали. Что ты нашёл? Лес будут защищать военные. Здесь был замечен какой-то вирус. Они что-то упомянули о нём. Но твою ж мать. Самое хреновое то, что нас тоже прикончить хотят. На, прочитай сам. Давай быстро в лагерь. Нужно рассказать всё Соломону и подготовиться к войне. Если они нападут, пробиваться будем через кровь и порох. Ты прав, бежим. Да. Слушай, а может мне пригодится всё-таки тот РПГ, который у меня лежит в ящике? Может и пригодится. Мы пришли. Давай, во-первых, подлатаем броньку. А, ты нормальный. Хорошо. У нас большие проблемы. Скоро лес будет оккупирован военными. Они устроили зачистку. Нас живыми брать не собираются. Что? Это значит, наш контракт уже не представляет ценности. Значит, нет смысла продвигаться к центру. Нам никто не заплатит. Вот же дерьмо. Что будем делать? Мы сильные. Мы готовы в любой момент устроить этим боякам тёплый приём. Готовься к войне. Если эти уроды уже в лесу, придётся пробиваться через них. Я не был готов к войне со спецназом. Но сейчас выбора нет. Я осмотрел труп волкодавы и нашёл флешку. Смотри. Подожди. А вдруг её как-то иначе можно активировать? Фаталист сидит. Здорово, хмурый. Этой ночью кое-какая херь произошла. Не хотел сразу говорить. Тут у нас ночная тварь завелась. И на хвост села. А сегодня снова увидел этого мутанта. Что? Ночью приходил какой-то мутант и жратву нашу ел. Я пересрал. Поэтому стрелять не стал. А тварь дожрала и свалила. Думаю, ночью она опять вылазить будет. Надо бы её грохнуть. Значит так. В часа три ночи вместе со скальпелем сходишь на разведку. Увидите тварь, валите сразу. Тоже это за мутанта такой. Ночью нашу еду пожирающий. Ладно, разберёмся с ней. Не волнуйся. Тут всё понятно. Выведение, пожалуйста, радиацию. Ну и флешку что, ему отдавать надо или как? Войти в доверие Соломона. Информация патрона. Что-то патрон вообще куда-то запропастился. Поговорить с Соломоном. Цель контракта. Странно, что ещё не отменён этот квест. Если нам никто платить не будет. Встретиться со скальпелем в три часа ночи. Только у дедушки лесника можно было поспать. Спим. До трёх. Тарковский Парис прибыл. Который только по ночам прибывает. Я готов идти на охоту. Так, смотрим. О, как раз вовремя. Хорошо, отправляемся. Пойдём. Ну что-то идёшь или как? Мне кажется, этот квест вообще раньше надо было брать. И он забагался. Серьёзно? А где тварь-то должна появиться? Не, он забагался. Этот квест брать было нельзя. Скорее всего тут всё заскриптовано таким образом, чтобы он обязательно дошёл до точки. Только в таком случае кто-то там появился. Какая-нибудь Химера. Ладно, нет, так нет. Значит, говорим с Соломоном. Я смотрел труп полкодавра и нашёл флешку. Смотри. Жаль, что компа подругой нет. Давай куплю её за три тысячи. Не, за три тысячи не надо. Пора идти к туннелю. Появили наверняка уже купировали весь лес. Ну а что сидеть? Отменено. Ночная охота. Новоздание с отрядом добраться до тоннеля. Ох, пошла войнушка. Вообще ничего не видно. А почему ПНВ-то не работает у меня, кстати говоря? Не работает на сей ПНВ. Даже в костюме наёмника был. И футалист опять с нами идёт. А то захват целей, конечно, помогает сейчас в темноте. Давай-ка за камушки спрячемся. Тут монолитовцы? Труп монолитовцы, Матвей Капуста. Не понял. То есть тут в лесу помимо военных монолит, что ли, или что? Этого трупа тут не было, когда я к Тамерлану подходил, правильно? Потом с чего ему появиться тут? Мои нехотя идут. Приходится основную работу мне выполнять. Несмотря на то, что темно. Хотя он футалист впереди прям. Ничего не боится. Нормально, карната прилетела мне прям на шапку. Ну всё. Я прибиваюсь прям сюда. Потому что сколько можно ждать? Но тут, кажется, ребята отбились. Молодцы. Тут ещё в глубине леса военные остались. На них тоже отвлекается мой отряд. Даже уже рассвет потихоньку наступает. Ребят, может пойдём? Неа. Хотят до последнего каждого военного тут замочить. А, военный, значит, там за забором, да? Или как? Ты кто? Это какой-то Богдан Микроб, обычный сталкер. Чё такое? Чё такое? Всё нормально. Пойдёмте к туннелю. По идее, туннель нас перекинет как раз в путепровод какой-нибудь там. К Д6. Шла речь об этом. Посмотрим, как будет. Так, мы в туннеле. Осталось заправить генератор и использовать деактиватор, который ты нашёл. И есть ещё кое-какие мелкие проблемы. Поэтому ты у нас как бы свободный наёмник. Гуляй. Но как только ты нам понадобишься, я сообщу. Пойду я тогда. Есть у меня ещё дела. Сообщить Соломону о готовности покинуть туннель. Выполнено. И, наконец-то, встретиться с патроном. Фотолиста так я и не понял. Никак не объясняется. Патрон у нас тут. Вот он, патрон. Снова здравствуй, хмурый. Странный ты стал, патрон. Шуган и скрытный. Говори уже, что там за разговор. Я просто не хочу, чтобы меня увидел Соломон. Ему нельзя знать, что я остался жив. Ладно, неважно. Сейчас я расскажу тебе кое-что. Я весь внимание. Я узнал, что в Лиманске имеется крупная аномалия, которая может телепортировать в любое человеком задуманное место. Разумеется, в пределах зоны. Мне стало любопытно, и я решил собрать информацию у сталкеров. Выяснилось, что путь туда лежит через ту речку, что у КПП. Так вот, предлагаю отправиться туда вместе со мной и найти чертову аномалию. Составишь компанию? Прогуляться с тобой к Лиманску? Сочту за честь. Просто замечательно. Ну, как будешь готов, двинемся. Осмотрим там все хорошенько и вернемся в Режелес. Только я своей дорогой потом, а ты своей. Хорошо. В Лиманск с патроном? Ммм, ну слушай. У меня не особо много боеперепасов для грозы. А купить-то их в принципе негде. Ну там, идти на агропром, это уж такое. Или ждать торговца Кипариса. Тут кроватки нет, да? Спать можно только в одном месте, это здесь, в лагере. Да пойдем, я не знаю. Думаю, справлюсь. Пойдем. Раньше встанем, раньше ляжем. Перебраться через мост обдомлено. А как, в смысле, он же поднятый, кстати. Как мы через него переберемся? Ты как это сделал? Как он переместился? Да мне кажется, то, что мост опускается, привлечет внимание группы Соломона. А, нормально. Так не привлечет, конечно, это впринус. Без палева. Так, а что это там? Что там пшикает? В общем, такие его дела. Идем в Лиманск поговорить с патроном. Что, грядет вопрос, как я попал на эту сторону? В последнее время как-то привык к всему этому. Даже знать не хочу. Ну и на том хорошо. Так, сейчас через этот тоннель к Лиманску пойдем. Но потом придется взорвать проход. Возвращаться уже будем другим способом. Увидим каким. Хе, такими действиями мы запудрим Соломону мозги, и он не выйдет на нас. Сдался ты Соломону? Пошли уже. Рюкзачок. О, да ну, мне надо инфилд. Ну, на всякий случай возьму. Идем через этот проход. В ящике будет у меня что-нибудь? Нет. Выполнено. Добраться до Лиманской дезертир. Глава третья. Призраки прошлого. Как-то быстро вторая глава прошла. Первая была самой долгой. Пока что. Ну, пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова